Использовать региональный материнский капитал на оплату услуг дополнительного и профессионального образования. Такую возможность рассмотрели сегодня окружные парламентарии на заседании постоянной комиссии по социальной политике. При рождении или усыновлении третьего и последующего ребенка семьи Ненецкого округа с октября 2011 года получают дополнительную финансовую поддержку в виде регионального материнского капитала. За все время действия программы выдано 1175 сертификатов. Использовать средства господдержки семьи могут на ряд направлений. По словам руководителя окружного профильного департамента Сергея Сверидова, одно из востребованных направлений – улучшение жилищных условий. Таким правом воспользовались 310 семей. На приобретение транспортного средства 443 распоряжения на общую сумму чуть больше 140 миллионов. И единовременная выплата 394 распоряжения на 8 миллионов 638 тысяч. В 2016 году была введена норма, приостанавливающая действия отдельных видов использования средств материнского капитала. В частности, на приобретение техники и покупку или строительство гаража. Благодаря этим мерам количество случаев направление средств окружного материнского капитала на улучшение жилищных условий увеличилось. Вместе с тем, до сих пор невостребованным остается такое направление, как получение медицинской помощи и приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. На заседании постоянной комиссии по соцполитике Сергей Сверидов предложил дополнить перечень направлений по использованию сертификата. Совместно с Департаментом образования, культуры и спорта, неспортного округа, и выработали совместное предложение о дополнительных направлениях распоряжения средствами материнского капитала. Это связано с дошкольным образованием, то есть возможность на оплату образовательных платных услуг по дошкольному образованию, на оплату стоимости обучения по дополнительному образованию и на профессиональную подготовку детей. Девять пилотных регионов уже внедряют данную систему. Как отметила представитель окружного профильного департамента Наталья Абасова, в пилотных регионах стоимость одного сертификата составляет до 30 тысяч рублей. Ребенок может посещать столько программ, сколько может оплатить в рамках этого сертификата. Если программа стоит больше номинала сертификата, то разницу доплачивают родителями. Это реальная возможность за меньшую сумму семейного бюджета посещать слабые программы образовательной организации. Более детально рассмотреть вопрос о возможности использования окружного материнского капитала на дополнительное и профессиональное образование депутаты намерены в ноябре этого года. Еще одно предложение на заседание прозвучало от Виктора Кметян. Парламентарий предложил рассмотреть возможность использования сертификата на решение жилищных проблем за пределами Нинецкого округа. С таким обращением к депутату неоднократно обращались жители округа, чьи дети получают высшее образование в других регионах.